Здравствуйте, друзья! Сегодня вот о чем хочу поговорить с вами. Но ирисы пока писать не будем, мы их напишем чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу рассказать, как получить различные оттенки фиолетового цвета. Ну вот для тех же ирисов, для сирени, для анютиных глазок, да очень много есть цветов, которые имеют фиолетовый цвет. Вот как его получить? Понятно, что его можно купить. Понятно, но зачем покупать огромное количество цветов и тратить деньги, когда можно иметь базу и из базы уже составлять вот эти вот фиолетовые цвета. Смотрите, что у меня на палитре. Это акриловые краски. И я уже рассказывала, у меня есть ролик об акриловых красках, да, вот о том, какие краски у меня есть, да, какая база, какую базу я имею. Смотрите, у меня кадмий красный, у меня краплак, у меня маджента, у меня, значит, ну вот я говорю про палитру, у меня ультрамарин и кобальт синий. Ну, плюс белила. И давайте сразу вот будем делать замесы. Первое, что я сделаю, я смешаю ультрамарин и смешаю с краплаком. Это вот самый традиционный, такой вот самый получаемый фиолетовый цвет. Этот фиолетовый будет различным в зависимости от того, какое соотношение я возьму. Ну, вот я взяла примерно половину на половину. И смотрите, что у меня получается. Вот такой вот красивый, красивый фиолетовый. Видите? Вот теневой такой вот сиреневый. Давайте посмотрим, какой фиолетовый получится, если я смешаю этот же краплак, например, с кобальтом. Так, ну вот здесь вот я подмешаю. Сейчас посмотрим. Так, давайте будем смотреть. Вот такой вот красивый цвет получается. Вот, они высохнут и будут вот прям фиолетовыми. Сейчас такие немножечко темноватые. Он будет более темный, чем мы получали в замесе краплака с ультрамарином. Вот, этот будет более темным. Так, теперь давайте я сейчас покажу чисто мадженту, какая она. Вот, она розовая. Это розовая красивая краска. Видите? Одно удовольствие такой вот розовой краской писать, например, пионы, например, розу. Прям очень-очень здорово. Сейчас давайте сделаем вот такой замес. Посмотрим, как она себя поведет в замесе с ультрамарином. Вот здесь вот показываю. Вот такой вот хороший цвет. Смотрите, какой красивый цвет колокольчиков. Вот такие луговые колокольчики, кстати, бывают. Есть, они бывают более синие, а бывают вот такие фиолетовые. Очень хорошо. Так, и давайте смотреть, как маджента поведет себя с кобальтом. Да, точно такой же вот красивый-красивый замес. Смотрите, как здорово. Хорошо. Но это мы работали с холодными красными, да. Холодный красный, холодный розовый у нас был. А давайте сейчас попробуем кадмий красный. Это теплая краска. Сейчас посмотрим, что получится, если мы кадмий красный смешаем с ультрамарином. Смотрите, какой цвет красивый получается. Вы знаете, это цвет сливы. Это цвет сливы, когда она уже, допустим, полежала, например, в натюрморте. И вот она становится вот такой вот фиолетовой. Или в тени вот такой вот красивой. Вот видите, тоже можно работать. И кобальт синий у нас будет. Кобальт синий и красный. Кадмий красный. Такой вот будет серо-фиолетовый. Смотрите, он немножко грязноватый, но тоже имеет место быть. Конечно, нам нравится вот эта вот линейка, потому что она просто яркая, она нарядная. Но и вот от этих фиолетовых, да, фиолетово-коричневых не стоит отказываться. Смотрите, как красиво. Если мы сейчас, пока вот у меня не высохли вот эти замесы, я в них добавлю белила. Посмотрим, что получится. Вот такой, смотрите, да, вот лавандовый цвет, незабудковый цвет получается. Такой вот фиолетовый, тоже очень красивый. Ну и сейчас сделаем разбил мадженты. Просто хочу показать, какая красивая краска. Одна из моих любимых красок. Вот, смотрите. Видите, прям вот. Ну, это роза в тени, а это роза на свету. И если мы сделаем соотношение чуть-чуть побольше мадженты возьмем. Вот, вот она вот такая будет. Видите, такая красивая краска. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет разбил краплака. Вот смотрите, вот розовый. Видите, розовый разбил краплака дает какой-то розовый. Тоже пионы можно рисовать. И еще и розы можно рисовать. Вот, смотрите. Видите, имея всего лишь навсего, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять. Пять базовых красок мы получили вот такое вот количество фиолетово-розовых цветов. Ну и плюс, можно их получить больше. Все будет зависеть от того, какое соотношение цветов вы смешиваете между собой. Больше смешали, там, допустим, красного, меньше, синего, у вас получились одни оттенки фиолетового. И наоборот, больше смешали синего, например, немножечко добавляя красного, и у вас получились совсем другие оттенки фиолетового. Смешивать краски очень интересно. Работайте, наслаждайтесь, получайте вообще вот удовольствие от того, что вы работаете красками, что вы их смешиваете. Потому что это повышение настроения 100 на 150 процентов. Я желаю вам творческих успехов. Прощаюсь с вами.